МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Время для новостей Донбасса. В студии Сергей Грунов. Здравствуйте. Зиму не пережили. Дороги в Донецкой и Луганской областях разрушены. Водители подсчитывают убытки на ремонт машин. Дорожники пытаются латать ямы. А чиновники ждут очередных миллиардов на новый асфальт. Почему отремонтированные полгода назад трассы разрушились? И когда на Донбассе появится современная транспортная инфраструктура? Выяснял Алексей Куделя. Водителей Краматорск встречают глубокими ямами. Самая разбитая дорога – въезд в город со стороны Доброполия. Ее отремонтировали летом, но испытания зимой латки не прошли. Отвратительные дороги. Сейчас снег он все вскрыл, показал нам все. Хорошо работали. После езды по таким дорогам машины нуждаются в дорогостоящем ремонте. В шиномонтаже – ажиотаж. Срединые уши. 100 гривен за погнутый диск – самая мелкая трата после попадания в яму. Разорванные покрышки. Влазит полностью рука сбоку. Диски гнутся железные, гнутся легкосплавные. Бывает такое, что вылетает даже ходовая часть. Ну, ломается. Рычаги шаровые все выходят из строя. В этот раз мэрия обещает капитально отремонтировать всю улицу школьную. Заменить не только асфальт, но и укрепить бетонное основание. Потратят 23 миллиона гривен. Полностью замена дорожного полотна. Вот эта возвышенность, где лежат плиты, они будут демонтированы. Будут сделаны новые основания под тяжелые автомобили. Будет поставлен новый бордюрный камень. И плюс с двух сторон будет заменен тротуар. Разбита и улица Шмидта в Покровске. Эта дорога – единственный выезд из города в сторону Днепра. Ее тоже обещают отремонтировать в этом году. Пока же дорожные рабочие латают ямы, чем придется. Асфальтовой крошкой и каплей смолы. Не на камеру признаются. Если такая латка продержится больше недели – это счастье. После проезда нескольких грузовиков яма станет еще больше. Дороги между городами Донецкой и Луганской областей примерно одинаковые. Причем одинаково плохие, говорят водители рейсовых автобусов. Примерно одинаково. Самый побитый участок – там есть поселок Кировск Донецкой области. Там вообще руины просто. Яма такая, что если туда нырнешь, там и будешь жить. В службе автодорог говорят, после 2014 года все главные магистрали Донбасса оказались перерезаны линией разграничения. Большие участки трасс остались на неподконтрольной территории. Поэтому транспорт ездит по второстепенным дорогам, которые на такие нагрузки не рассчитаны. Новый асфальт ситуацию не исправит. Надо менять основания и делать капитальный ремонт. Суммарно около полмиллиарда гривен на сегодняшний день уже подтверждено. А вообще ожидаем по этому году до трех миллиардов. Если эти деньги действительно придут и вовремя, самое главное – бумаги, то в этом году будет большой объем дорожных работ сделан по области. В этом году чиновники планируют сделать в Донецкой области трассу от Славянска до Бахмута, начать ремонт улицы Олексы Тихого, которая соединяет Славянск с Константиновкой, шоссе из Константиновки до Мирнограда и трассу из Мариуполя до Запорожской области. На Луганщине продолжат ремонтировать дорогу от Старобельска до Новоайдара, трассу Лисичанск-Бахмут. На это, по данным службы автодорог в Луганской области, выделят 850 миллионов гривен из бюджетов всех уровней. Алексей Куделя, Игорь Монастырев, телеканал «Донбасс». Под видом соцработников в Покровске орудуют мошенники. Они грабят пенсионеров. Полиции заявляют о девяти таких случаях, и это только в этом году. Однако выйти на след злоумышленников пока не удается. Почему, узнавала Елена Успенская. Я говорю, а кто вы? Она говорит, я с САБСа. Нину Константиновну обокрала мошенница. Представилась соцработникам и попросила у пенсионерки паспорт. Якобы на оформление подарков от крупной торговой сети. Пока женщина пошла за документами, незнакомка скрылась, прихватив все сбережения старушки. Прихожу, кошелек открытый, денег нет, 13 тысяч. Она убежала. Девчонка лет 28, может по 30, знаю что такое. И удрала. Пенсионерка сразу вызвала полицию. Однако мошенницу не нашли. Правоохранители говорят, выйти на след таких преступников удается не сразу. Зачастую жертвы не могут их описать. Мошенники, в общем, это в основном не местные. Это приезжие из других городов, из других областей. Они находятся на месте преступления всего лишь 5-10 минут. Оставляют минимум следов на месте происшествия. Это затрудняет в дальнейшем поиск этих преступников. В управлении труда и соцзащиты рассказывают, от их имени мошенники орудовали и в прошлом году. Обычно доверчивые пенсионеры сами пускают в дом преступников. Огромнейшая просьба не открывать двери. Если это представитель официальной структуры, он обязательно оставит письменное уведомление. И потом на нем будет либо номер телефона, либо адрес, контакт. С начала года в Покровске зафиксировано уже 9 случаев такого мошенничества. Если злоумышленников найдут, им грозит до 3 лет тюрьмы. Елена Успенская, Владимир Краснов, Телеканал Донбасс. Шахтеры госпредприятия «Селидов уголь» в здании Министерства энергетики и угольной промышленности объявили голодовку. Уже сутки горняки отказываются от пищи. Об этом сообщил председатель независимого профсоюза горняков Михаил Волынец. Работники требуют выплатить им долги по заработной плате, обновить техническое оборудование и выделить деньги на обеспечение материалами. Акция горняков «Селидов угля» началась во вторник. Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил о готовности лично наведаться на предприятие, чтобы решить проблему. Браконьера задержали в Мариуполе. Он орудовал ночью в районе морского торгового порта. Его перемещение заметили пограничники с помощью тепловизора. Когда браконьер в очередной раз причалил к берегу, его задержала группа реагирования. Он успел выловить рыбы на 50 тысяч гривен, сообщает Госпогранслужба. 20 прицельных обстрелов за сутки. В Луганской области применялась артиллерия и минометы. Под огнем Троицкая, Крымская и Новоалександровка. На Донецком направлении, неспокойно, в Водяном и Лебединском там стреляли из тяжелых минометов, сообщает штаб АТО. В результате боевых действий ранены четверо украинских военных. Один боец погиб из-за неосторожного обращения с оружием. Шесть человек отравились угарным газом на пожаре в Мариуполе. Среди пострадавших восьмимесячный ребенок. Возгорание произошло на кухне одной из пятиэтажек. Там полностью выгорели бытовая техника и мебель. Четверых забрали в больницу. Они в состоянии средней тяжести. 23-летняя женщина с маленькой дочерью от госпитализации отказалась. По предварительной версии спасателей произошло короткое замыкание. Инвестиционные проекты в действии. Современные центры урологии, ортопедии и травматологии, а также новый муниципальный транспорт презентовали сегодня в Мариуполе. На это потратили более 70 миллионов гривен. Жителям Мариуполя больше не нужно ездить в мегаполисы за квалифицированной медицинской помощью в области урологии. Теперь здесь на месте есть современное оборудование и золотые руки. Это малоинвазивная операция. И мы гордимся тем, что мы имеем такую возможность. Возможность открыть урологический центр появилась благодаря финансированию из местного и государственного бюджетов при участии металлургических комбинатов. Только промышленники потратили 6,5 миллионов на обновление и оснащение урологического центра и отделения. Больше 18 миллионов – вклад городских властей. Это, в свою очередь, стимулирует и дальше совершенствуется заниматься подобными вопросами совместно и с политиками, и с городской властью во благо жителей нашего города. Мариуполь является примером для всей страны, как нужно развивать медицину, считает народный депутат Украины Олег Ляшко. В первой городской больнице отремонтировали и травматологическое отделение, установили новое оборудование. Свою операционную врачи теперь называют «космодромом» из-за ее высокой технологичности. Сколько бойцов мы поставили в строй, минозранная травма, так что готовы и к мирной, и к боевой, так сказать. Олег Ляшко, в свою очередь, пообещал работать над повышением зарплат врачей и медперсонала. Высокие зарплаты, которые по достоинству будут оценивать вашу работу. А от местной власти, и так вы видите, полная поддержка и взаиморазумение. То есть, есть все для того, чтобы спасать людей, помогать людям. Благодаря поддержке лидера радикальной партии, Мариуполь получил инвестиции на сумму 150 миллионов гривен, отмечает мэр Вадим Пойченко. На эти деньги уже в нынешнем году будут отремонтированы две школы и два дома для переселенцев. Его заслуга была привлечь, добиться от премьер-министра Украины. То есть, это была совместная работа мэрии Олега Валерьевича при личном его участии, чтобы Мариуполь получил этот финансовый ресурс. Сегодня этот финансовый ресурс есть. Строительство мы с вами видели, ездили регулярно на эти объекты. Оно идет, соответственно, будет открытие, и люди дождутся того, что мы обещали. Свои обещания власть выполнила и в программе развития городского транспорта. Сегодня в Мариуполе презентовали 14 новых автобусов, которые будут обслуживать отдаленные районы города. Елена Гнездила, Виктор Зубенко. Специально для телеканала «Донбасс». Ее лицо сейчас украшает глянцевые журналы. Но еще недавно Анна страдала от страшной болезни – сколиоза четвертой степени. Спасти девушку из Мелитополя могла сложная операция. Однако нехватка денег на приобретение дорогой конструкции ставила ее будущее под угрозу. О борьбе с болезнью и пути к успеху – материал наших корреспондентов. Фотографии Анны Втиц нисходят с первых страниц журнала «Самые красивые девушки Мелитополя». Я ходила на кастинг, меня приняли. Там смотрели на внешние данные, я подошла. Она закончила педагогический университет, нашла работу в сфере туризма. А еще в 15 лет у Ани была инвалидность. Кифосколиоз грудопоясничного отдела четвертой степени. Позвоночник визуально похож на латинскую букву «С». Девушка испытывала жуткие боли, страдали легкие, сердце и почки. Несмотря на проблемы, решила танцевать. Это кубок Украины, я мой партнер. Вот тут хорошо видно ребренный горб, который был. Но здоровье ухудшилось и занятия пришлось оставить. Аня с ностальгией вспоминает те времена. Остановить быстро прогрессирующее искривление могла только операция. Эта металлическая конструкция выравнивает позвоночник. Вот эти такие страшненькие штуки, это в буквальном смысле саморезы, которые ввенчаны в тело позвонка. Их 13. Но стоимость устройства для мамы Ани казалась нереальной. Моя зарплата на тот момент составляла 330 гривен в месяц. Папа платил элементы 370. И конструкция стоила 23 тысячи гривен. Обращение в фонд Рината Ахметова стало спасением для дочери. Мне перезвонили и сказали, что моя просьба будет удовлетворена в полном размере. Операция, да, к счастью, прошла успешно. Она длилась очень долго. Как по мне, целую вечность. Девять часов она лежала на операционном столе. Еще дольше длился реабилитационный период. Анна заново училась вставать с кровати, сидеть и ходить. Изменилось в голове что-то, очень в сознании изменилось. Мы стали с ней ближе. Больше уважения появилось у меня к ней. Потому что надо иметь большую силу воли и справиться с этим всем. После операции девушка заметно изменилась. Похудела и выросла на 5 сантиметров. Моей благодарности нет предела Ринату Ахметову за ту помощь, которую он мне оказал. И за то, что я могу каждый день смотреть на себя в зеркало и видеть то, что приятно видеть, то, что мне нравится. Ринату Леонидовичу я, конечно же, благодарна за то, что он априори организовал такого рода фонд, который помогает, который готов услышать людей, которые обращаются с просьбами, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Не так давно у Ани появился братик. Девушка с удовольствием помогает в его воспитании. Ведь и сама вскоре надеется познать счастье материнства. Давай пить. Моя водитель. Оксана Коршмай, Евгений Якунин для телеканала Донбасс. Время новостей Донбасса продолжает следить за развитием событий. Мира, здоровья, счастья вам. Всего доброго. Покупать украинское, платить украинцам. Антикризисный призыв радикальной партии. Все ради возрождения украинской промышленности и восстановления экономики. И радикалы предлагают не отдельные инициативы, а полноценную стратегию. В приоритете поддержка малого и среднего бизнеса. Это основа будь-якой экономики. Потому что, когда сегодня влада нам рассказывает про дирегуляцию, еще про какую-то другую поддержку бизнеса. Найкращая поддержка для национального вырубника, чтобы у людей были гроши. Через подвищение социальных стандартов, через подвищение доходов, зарплат, пенсий, и других видов доходов. Пересмотреть таможенные сборы, чтобы выгоднее было отечественным производителям. Заморозить земельный налог и продлить мораторий на проверку предпринимателей. Сильная экономика, сильная промышленность. Это высокие зарплаты, высокие пенсии, повышение уровня жизни каждого украинца, который каждый украинец почувствует на себе, на своем кармане, на жизни своих близких, на улучшении социальной сферы. А чтобы из Украины не уезжали квалифицированные специалисты, минималка должна быть не меньше 5000 гривен, уверены представители бизнеса. Я верю в то, что в будущем мы будем развиваться, как все европейские страны, которые развивают национальное производство. Но на данный момент мы сталкиваемся с проблемой логистики и продукции через Мариупольский порт в связи с известными событиями военной агрессии. К команде реформаторов сегодня присоединился бывший генеральный директор Мариупольского металлургического комбината имени Ильича Юрий Зинченко. Это действительно настоящий пакет тех реформ, которые сегодня нужны экономике, которые нужны промышленности для того, чтобы дать вздохнуть промышленности. Потому что сегодня на самом деле мы с вами знаем, что государство не заботится о том потенциале, который должен быть и, который может дать промышленность, модернизированная промышленность, современная, которая сможет дать и производство, и поступление налогов. Пакет реформы радикальной партии Олег Ляшко презентует и в других городах.